Всем привет! Сегодня у меня по видео обзор моей рассады, которую начала сеять еще в декабре и продолжаю каждый день подсевать все новые и новые семена. Это та рассада, которая у меня стоит в доме и потом я перейду в веранду и покажу какие у меня уже всходы стоят на веранде при пониженной температуре и покажу вам хризантемы мультифлора, которые уже проснулись и уже пускают новые отростки. Начну свое видео с рассады, которая стоит на подоконниках, но еще не взошла. Это все отснятый материал для видео, но я жду пока взойдут всходы, чтобы продолжить видео и выставить на youtube. Муж досеял табак гавану, это люфа, которая посеяна без всяких обработок, просто простой обычный грунт. Это у меня стоит гелиотроп, который у меня не взошел, я его пересевала, потом лабелия, настурция и люфа в торфяных таблетках. Как только всходы взойдут, я продолжу видео по этим растениям и выложу на youtube. На втором окне у меня стоит перец, который я посеяла 13 февраля, но еще всходов нет. Здесь стоит виржиния табак, муж пересевал тоже, уже появляются всходы, но через пару дней я буду переносить его на стеллаж. Я уже так плотно не закрываю, просто прикрываю пленочкой, чтобы был доступ воздуха, так как начали появляться всходы, чтобы не было сильного намокания всхода от влажного грунта. На верхней полочке стеллажа стоит, кто тут у меня, а это табак Берли, это стоит Немезия и рядом стоит Немезия, но это по-моему голубая какая-то Немезия, вот уже точно не помню, а блакитный скарб, но она начала уже всходить и кот прыгнул на подоконник, упала эта коробочка, я не стала выкидывать и вот три тросточка есть, ну сколько есть, столько и буду высаживать в кашпо или в грунт. Дальше стоят колиусы, лабелия, здесь уже появились всходы томатов, сейчас нужно повернуть их ближе, развернуть другой стороной к свету, чтобы они выпрямлялись. Томаты, но томаты еще не все, они всходят очень хорошо и там еще есть крючочки, поэтому всходов будет намного больше, 13 я сеяла томаты, сегодня 21 число, вот уже томатики есть, здесь стоит у меня бегония, маленькие крохотулечки, но вы знаете как только их пересадила в грунт, я сразу же заметила их рост. Два гелиотропа, которые взошли в прошлый раз, здесь опять лабелия, вот щеточка густая, как я ее буду пересаживать, не знаю, это табак, это абриета, мне ее пришлось пересадить уже по отдельным емкостям, потому что в общей плошке она перестала расти, на средней полочке стоит абриета, здесь не очень хороший свет, но все равно всходы видно немножко, здесь же стоят томаты, томаты появились на пятый день, здесь сегодня я пересадила вербену Imagination, такие уже хорошенькие росточки, уже пересадила, чтобы она развивалась по отдельности в каждой емкости. Абриета, абриеты у меня в этом году очень много, но ее, когда высаживать в грунт, ее нужно не по одному растению, а штук по пять в одну луночку, тогда будет хороший пышный кустик. Ну и у абриеты есть свойство разрастаться по поверхности. Дальше две формочки у меня гамфрена земляничное поле, вчера я пересадила петунию, третунию, вот такая она у меня, тоже так сразу, вот как вчера пересадила, и вот за сутки я вижу изменения, листики сразу такие плотненькие стали, зеленые, и хорошо, когда она пересажена. Пойдем на веранду, покажу, что у меня стоит там. Еще зашла по пути на кухню, покажу вам и помеи, которые у меня остались, которые не доел паутинный клещ, вот такие помеи, но тоже так начали хорошо пускать листву, и по стволику пускают листву, я думаю, что к весне они отрастут, и будут хорошие пышные кустики. Ну вот вышли на веранду, здесь у меня прохладное помещение, всю зиму я сохраняю в этом помещении свои пеларгонии, им очень хорошо прохладный воздух. Дальше у меня стоят колиусы, которые я почикала, почеренковала, здесь стоит виола, сегодня я подливала ее удобрением мастер с формулой 20-20-20, сегодня все проливала и питуньи, вот это питуньи стоят, посеяла я их в конце декабря, ну где-то чуть больше, им чуть больше месяца, вот этим питуньям, тоже сегодня проливала удобрением 20-20-20, пеларгонии плющелистные, одна почему-то пеларгония у меня выпала, не знаю почему, сразу вот как-то наклонилась, засохла, может кто-то подъела, может в общем не знаю, может заболела чем-то, ну вот такие питуньи, это питуньи у меня тайдалы, серии опера и серии, вот тут и где-то, вот эти вот по моему серии лавина стоят, питуньи, рядом стоят биолы, уже листики формируют, ну вот они такие, они кружевные, и вот уже видно, что идет по бокам кружева, ну и ребята, сегодня пошла в летнюю кухню, где у меня хранились зимой хризантемы мультифлора, шарообразные, думала загляну, посмотрю, что там может немножко подлить водички, чтобы они не были сухими, и что я увидела, смотрите уже какие отростки, уже хризантема проснулась, и ее нужно заносить в более теплое помещение, для того, чтобы начали расти вот эти вот зелененькие отростки, смотрите какие они уже, поэтому сегодня я полдня носила, в общем занималась своей рассадой, перенесла все сюда в веранду, хоть здесь и не очень такая теплая температура, сейчас покажу вам сколько здесь градусов, ну вот в пределах 12 градусов температура, но все равно им будет теплее, чем в летней кухне, где температура была 2-1 градус тепла, и вся, буквально вся начала просыпаться, вот смотрите, с корня идут отростки, вот такие, вот и у всех, в этой еще отростков нет, это у меня четверка, не знаю, сейчас гляну, не знаю название, цифра 4 стоит, но почему-то появился тюльпан внутри, и он так хорошо прирос, я его сейчас посажу в горшочек, ну и пусть растет, растет в горшочке, развивается, везде начинают появляться отростки, в этой еще нет, это семерка, восьмерка нет, в этой тоже уже есть, и хочу вам сказать, смотрите, я оставила, осенью, когда обрезала хризантему, оставила вот такие длинные плети, но я думаю, что 5 сантиметров, это вполне достаточно для того, чтобы хризантема дышала, листья хризантемы дышали воздухом, чтобы был фотосинтез, вот таких больших оставлять не нужно, потому что все хризантемы, которые растут, они растут с корня, вот эти, вот на этих хризантемах со ствола отростков нет, только с корня, вот везде, смотрите, везде корневые отростки, и вот на этой тоже корневые идут, но хочу показать вам, это как бы я себе сделала вывод, но потом уже даже не знаю, смотрю на вот эту хризантему, это хризантема у меня Бранкин Сани, это все сортовые хризантемы, и я хочу начеренковать много отростков, я хочу основательно заняться в этом году хризантемами, я просто обожаю эти цветы, обожаю вот эти всевозможные окраски, этот шар цветов, ну просто непередаваемое зрелище, поэтому я в этом году хочу их развести очень много, так вот, что я хочу сказать по вот этой хризантеме Бранкин Сани, это, по-моему, был такой ярко-ярко-желтый куст, смотрите, здесь отростки начинаются по стебельку, я вот сегодня оббирала сухие листья, и везде заметила, посмотрите, почти на каждой веточке есть отростки из почек, вот я теперь и не знаю, стоит обрезать сильно низко хризантему, или не стоит, потому что вот именно на вот этой хризантеме отростки идут из ствола, из почек, сегодня я их занесла с летней кухни сюда в веранду, сегодня я их не трогаю, ничем не обрабатываю, потому что земля еще такая холодная и взялась холодным комом, даже может быть немножко примерзла, жду пока пару дней, ну может быть до завтра сутки они постоят, земля немножечко отойдет от холода, пролью их удобрением, 20-20-20 мастер, чтобы запустить рост побегов, подкормить их немножечко, немножко взрыхлю грунт и обработаю фитовермом, потому что они стояли не в доме, они стояли в летней кухне, это почти что сарай зимой, и ну как бы возможный возможен вариант того, что появились какие-то грибковые заболевания, может какие-то мошки, трипсы, паутинный клещ, это все может быть, и как только занесли в теплое помещение, они все попросыпаются и начнут свою работу, поэтому обязательно обработаю фитовермом и пролью удобрением, для того, чтобы запустить рост побегов, побеги сейчас, смотрите, они еще бледно-зеленые, слабенькие, потому что они уже начали расти, но расти еще в очень холодном помещении, как только побеги почувствуют тепло, они сразу начнут набирать свою массу и начнут зеленеть, вот эта белизна у побегов уйдет, эти все побеги будут зелененькие. Еще хочу показать растения мои уже готовые, они тоже зимовали здесь на веранде при такой температуре, вот это королевская пеларгония, но почему-то она у меня растет, но не пускает цвет, вот я смотрю уже у некоторых начинают появляться бутоны, у меня еще бутонов нет, это перчик, это я маленькие тросточки посадила, двух цветочков, денежное дерево, и там тоже стоит перчик. Вот такой коротенький обзор моих растений, следующие видео будут по тем сходам, которые взойдут, будут добавлять. На сегодня это все, всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok